МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предлагаем вашему вниманию анонс передачи события прошлого. В сегодняшнем выпуске события, которые произошли в октябре 2009 года, 15 лет назад. Городу Пинску 912, праздничные мероприятия. День учителя, заслуженные и почетные учителя. Полесская правда отметила свой 70-летний юбилей. 65 лет факультету банковского дела ПолезГУ. В 2009 году Пинск отметил свою 912-ю годовщину. В гуще праздничных событий того года были и наши корреспонденты. Традиционно в первые октябрьские дни город над Пиной отмечает свой день рождения. Мероприятия по случаю празднования 912-й годовщины Пинска начались уже с самого утра. К часу дня пинчане и гости города собрались на главной площади на торжественное открытие праздника, где первые поздравительные слова произнес председатель горосполкома Александр Гордич. Мэр города пожелал Пинску и его жителям стабильности и процветания, праздничного настроения, счастья, любви, достатка и благополучия. Впервые в этом году на площади Ленина состоялось праздничное шествие коллективов, которые уже стали гордостью нашего города и неотъемлемой частью нашей культуры. Перед пинчанами и гостями города под звуки марша прошли участники художественной самодеятельности, представители спортивных учреждений, различных общественных объединений города, прославляющие Пинска в Беларуси и за ее пределами. Много добрых слов в этот день было сказано со сцены, на которой проходило торжественное открытие праздника. Пинчан поздравляли председатель городского совета депутатов Нина Кахнович, председатель районного исполнительного комитета Валерий Рябковец. Праздничное настроение с пинчанами разделили специально приглашенные делегации городов-партнеров, городов-побратимов. Ежегодно в Пинске проводится конкурс под названием «Цветы в городе», и традиционно на празднике города подводятся его итоги и награждаются победители, люди и организации, которые создают оригинальное комплексное цветочное оформление своих территорий, этим самым внося лепту в благоустройство города. Праздник продолжила концертная программа коллективов художественной самодеятельности города, а в это время на улицах Ленина, Зои Космодемьянской и Бресской уже вовсю работали торговые ряды, предлагая гостям праздника всевозможные яства, изысканнейшие блюда на любой вкус. Родной город, любимый город. Кажется, жил бы и жил бы здесь. Репкого-крепкого здоровья, наверное, успехов во всех делах, начинаниях. Вы знаете, вот стояла, и мне не больно, такая теплота в душе, такой вот прямо слеза течет, думаю, боже мой, какая благодать. Городу я желаю процветания, чтобы больше люди дружили, улыбались друг другу. Как для любого человека, наверное, это всеобщий праздник. Мы хотим пожелать от имени всех байкеров нашего города и байкеров остальных городов, которые сегодня непосредственно посетили наш город, чтобы город процветал, чтобы жить в нем было весело и богато, чтобы все были счастливы. В этот замечательный день я от числа сотрудников милиции желаю всем пенчанам здоровья, счастья, благополучия, всего самого хорошего в этот замечательный день. Мы хотим пожелать нашему городу дальнейшего процветания, чтобы он всегда остался таким же красивым, как он сейчас есть, чтобы люди его любили, ценили. И успехов нашему городу. А пенчанам? А я хочу добавить, чтобы все пенчане, весь город был счастлив, так же, как и мы сегодня. Поздравляем! Поздравляем! Цель выставки – показать Пинск как перспективный город, представить его промышленный потенциал, активизировать экономическое развитие Пинщины. Свою продукцию и услуги представили экспоненты не только Пинщины, но и республики. Заочно приняли участие некоторые российские компании. Всего же в городе, в реальном секторе экономики, действует около 50 крупных предприятий, более 500 предприятий малого и среднего бизнеса, работают более 5000 индивидуальных предпринимателей. Деловую жизнь в Пинске определяют сотни предприятий торговли, бытового обслуживания, строительства и связи. Более половины произведенной продукции мы экспортируем в 43 страны мира. Так что почва для проведения такой выставки-ярмарки имеется. Самый главный момент – это реклама. Реклама своей продукции, реклама своих возможностей. И второй момент – мы же параллельно идем, ищем покупателей для наших предприятий, для тех, кто готов сотрудничать с нашими предприятиями, в качестве институционного направляющего. Поэтому это уже проходит тот этап, когда Пинта служила просто каким-то экскурсионным организациям. В сегодняшний день уже это решительно всегда рассматривается. Результатом выставки Пинта-2009 становится более плодотворное сотрудничество предприятий и организаций, создание новых производств, расширение делового сотрудничества. Ну а по итогам нынешней выставки, за самый оригинальный продукт, дипломом отмечен Пинский мясокомбинат за лучшее оформление стенда предприятия Планета Фитнес. В День города в Полесском драматическом театре проходил конкурс парикмахерского искусства. Вашему вниманию предлагаем посмотреть шедевры пинских мастеров того года. 37 мастеров-парикмахеров творили свои шедевры несколько часов к ряду, чтобы представить их на суд членам жюри конкурса. Городской конкурс парикмахерского искусства проводится в рамках реализации городской программы поддержки малого предпринимательства на территории города и организован в этом году Управлением торговли и услуг горосполкома, а также Пинской торгово-промышленной палатой. Этот конкурс мы планируем уже проводить на постоянной основе. Мы разработали положение, разработали поощрительные призы. Перед членами жюри конкурса стояла сложная задача оценить технику выполнения работы, актуальность линий и силуэта и еще по нескольким критериям выбирать победителей. И профессионалы, среди которых директор предприятия «Выбор Пинск» Зоя Шандова и директор ЧУП «Чайка стиль» Ирина Чайко, человек года 2008 в области бытового обслуживания, не один раз из комнаты совещаний выходили в зал, чтобы определиться в выборе. Очень радует то, что многочисленные сегодня у нас участников, это вообще очень радует, потому что хорошо, что не боятся, это очень хорошо, что стремятся. Ну и желаю, конечно же, побеждать. Ну а по общему мнению жюри в различных номинациях победили Ирина Бащук из салона «Модерн», Анна Ильковец «Ваш гламур» и из этого же салона «Ирина Лопата». Отмечены работы Натальи Уласюк, салон «Версаль», авангардный образ, созданный Ириной Шаламицкой, салон «Изыск». В первое воскресенье октября отмечается праздник «День учителя». О заслуженных учителях тех лет смотрите в следующем сюжете. Из всех профессий, существующих на свете, важнее всего ваш благородный труд. Приходят в школу маленькие дети, а от вас зависит, кем они уйдут. Ребенок – это чистый лист, на котором можно создать все, что угодно. И первые строки на этом листе принадлежат учителю начальных классов. Он – пример для малышей, переступивших порог школы. И он должен не только учить, но и быть ребенку хорошим другом и советчиком. Растут дети, меняются и учителя. Каждый предмет преподает новый педагог, который стремится донести до своих учеников премудрости разных наук. Их нелегкая задача – научить ребят учиться. 40 лет отдала Мария Михайловна любимой работе. Еще девушкой пришла она в среднюю школу номер 10. Начинала со старшей пионер-вожатой, затем работала учителем химии, заучим по внеклассной работе, возглавляла 20 лет профсоюзную организацию и 7 лет была директором все той же 10-й школы. Долгий профессиональный путь, многочисленные награды и главное, как говорит Мария Русина. Я считаю, что я не напрасно прожила свою жизнь и что это очень благородная профессия и что учителем должны быть от Бога человек. Учителя с большой буквы – те, кто отдал всю свою жизнь детям и служению любимому делу. Традиционно собрались накануне своего профессионального праздника. Заслуженные учителя нашей республики, отличники образования, ветераны педагогического труда, принимали в свою большую и дружную семью тех, кто ушел в нынешнем году на заслуженный отдых. Отдел образования выражает вам признательность и благодарность за верность к профессиональному долгу. Пусть никогда не иссякнет доброта и мудрость в ваших сердцах. Мир огромный нашим стал наследством, Перед нами путь широк и прям, Время с неокончающихся детствам Некогда стареть учителям Некогда стареть, некогда стареть, Некогда стареть учителям Некогда стареть, некогда стареть, Некогда стареть учителям 15 лет назад газета «Полесская правда» отметила свое 70-летие. Много правде «Полесская» пришлось пережить. И за 70 лет своего существования эта газета стала частью Пинщины. История «Полесская правда» начинается 20 сентября 1939 года, когда в Пинск вошли части Красной Армии. Первоначально газета выходила на белорусском языке, редактором была Мария Ваганова. Не было необходимой материально-технической базы, опытных полиграфистов. Это была небольшая, похожая на листовку газета. Первый номер вышел тиражом 10 тысяч экземпляров. В 1948 году редакцию возглавил бывший фронтовик Михаил Гец. В издании стали работать газетчики со специальным образованием. И «Полесская правда», бывшая в одно время и «Пинская правда», стала большего формата и начала выходить на двух языках – белорусском и русском. Менялись редакторы Дмитрий Дудко, Николай Эрнон, Антон Тончик и Юрий Скороход. Последние пять лет руководит газета Николай Еленевский. Сейчас компьютерные верстки, современные технологии издания газеты. А осталась душа газеты, чистая, открытая, ясная. На страницах старейшего издания «Пинщина» отображались трудовые будни простых людей, их успехи и достижения. Коллектив «Полесская правда» демонстрирует высокий профессиональный уровень. Труд журналистов газеты недократно отмечался республиканскими областными районными наградами. Уверен, что и предгазета будет занимать достойное место среди изданий области. Звание заслуженного журналиста Белорусского союза журналистов было присвоено Юрию Скороходу, руководившего «Полесская правда». В этот праздничный вечер были награждены лучшие представители старейшего издания «Пинщины», те, кто создает сегодня нашу «Полесскую правду». Благодаря кому эта газета обретает все новых читателей, в том числе и среди горожан. В октябре 2009 года факультет Банковского дела Полесского государственного университета отметил 65-летний юбилей. Каким он был, смотрите далее. Единственное в республике учебное заведение по обучению банковскому делу было образовано в первые месяцы после освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. За 65 лет техникум пережил несколько преобразований. Сначала в колледж, позже в Высший банковский колледж, затем в Пинский филиал Белорусского экономического университета. На праздничный вечер в честь юбилея были приглашены все те, кто начинал историю создания сегодня уже факультета Банковского дела Полесского государственного университета. Многие выпускники стали видными учеными-экономистами, известными банкирами. Возглавляет центральные и крупные коммерческие банки, является главными специалистами в различных структурных подразделениях банковской сферы. Новое учебное заведение пишет новую историю, говорил выпускник 1981 года, бывший преподаватель учетно-кредитного техникума, председатель городского исполнительного комитета Александр Гордич. Мне эта встреча сегодня очень приятная. В знак уважения к моим любимым учителям, к моим уважаемым коллегам, я хотел бы преподнести вот этот букет роз, как выпускник группы А 1981 года по специальности учет в Государственном банке СССР, моему классному руководителю Валентине Паврисевич. АПЛОДИСМЕНТЫ Хочется сегодня от имени руководства Национального банка, всем присутствующим и всем тем, кто не смог приехать, пожелать большого человеческого счастья, здоровья. Мы будем продолжать приумножать и лучше, и больше, и через пять лет, когда мы вас пригласим на наш юбилей, вы увидите, что мы действительно современный университет и современный факультет. Мы руки друг к другу протянем скорей, Летуй по пути, это твой юбилей. Мы по пути, все наше югар, Мы вместе нас всегда. Лицей мебельного производства и автомобильного транспорта также в октябре 2009 года отметил свой 70-летний юбилей. Лицей мебельного производства и автомобильного транспорта – это одно из престижных учебных заведений нашего города. Здесь ребята обучаются по различным специальностям. Слесарь по ремонту автомобилей, электросварщик, электромонтер, водитель категории Б, С, электрогазосварщик, станочник, обойщик мебели, оператор АВМ. Одна из особенностей лицея – это интегрированные профессии. Здесь одновременно можно получить не одну, а несколько специальностей. Большое внимание при подготовке высококвалифицированных специалистов уделяется приобретению теоретических знаний и, главное, практических навыков. Здесь с этой целью обустроены производственные мастерские, которые оснащены необходимым оборудованием. В большой праздник, в день 70-летнего юбилея Лицея машинного производства и автомобильного транспорта вместе собрался весь коллектив учебного заведения, молодые преподаватели, те, кто отдал любимой работе не один десяток лет, и, конечно, учителя и мастера, которые находятся уже на заслуженном отдыхе. На торжестве вспоминают историю училища, лицея, говорят о его коллективе, о тех людях, кто работал здесь. В лицее знают не только по имени и отчеству, помнят добрые дела, достижения преподавателей, мастеров, рабочих. Ведь итог работы коллектива, его гордость – это нынешние лицеисты, выпускники, которых за 70 лет было более 24 тысяч, и которые достойно работают на предприятиях не только нашей республики, но и за ее пределами. 70 лет для Лицея мебельного производства и автомобильного транспорта – это итог зрелости, сложившихся традиций. Но это и старт для новых свершений и начинаний. Далее вас ждет прогноз погоды, а я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова